Я всех приветствую и сегодня вот на такую тему хотел поговорить. В своих видео я неоднократно говорил, что мне очень нравится одна из презентаций TED, которая называется Flow the Secret to Happiness. И подробнее на эту тему, на тему вот этого состояния потока, сегодня мы будем с вами говорить. Для начала посмотрим, что нам предлагает Википедия. То есть небольшой текст, я сейчас зачитаю. Поток. Потоковое состояние. По-английски будет Flow. Психическое состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением, полным увлечением и нацеленностью на успех в процессе деятельности. Концепция потока предложена Михаем Чиксет Михай. В нее входят также практические рекомендации для вхождения в потоковое состояние. Следует отметить, что потоковое состояние не является уникальным состоянием. Его испытывают многие ученые, исследователи, успешные бизнесмены, руководители и рядовые люди. Нахождение в потоковом состоянии не ограничивается какой-то одной определенной сферой или процессом. Оно распространяется на все сферы деятельности, в которые вовлечен конкретный человек. И вот как раз в своей презентации Михай Чиксент Михай об этом говорит подробнее. То, что я уже неоднократно цитировал, то, что полное вовлечение, полное вовлечение в процесс, и человека даже не тянет ни на что отвлекаться. То есть человек просто не чувствует такой потребности. Читаем дальше. Это состояние часто описывается исследуемыми, как ощущение получения удовольствия от самореализации, повышенной и обоснованной уверенностью в себе, ярко выраженным повышением коммуникативных способностей, умением четко и ясно выражать свои мысли, убеждать собеседника эффективно решать проблемы любой сложности или находить неординарные способы их решения. У исследуемых в потоковом состоянии повышаются показатели усваиваемости информации. Активизируется память, способности к анализу информации. Наблюдается легкая форма беспокойства в связи с повышенной активностью. Окружающими человек вне потокового состояния и в потоке часто воспринимается как два разных человека. Итак, сейчас мы поговорим о чертах потока, то есть показателе потока. Ясные цели. Различимые ожидания и правила. То есть когда у человека есть конкретное задание и он очень четко себе представляет, какого результата он хочет достичь. Концентрация и фокус внимания. Высокая степень концентрации на ограниченной сфере внимания. Человек, который вовлечен в деятельность, имеет возможность на ней концентрироваться и глубоко в нее погружаться. То есть забывает обо всем окружающем, то есть не отвлекается. Есть только сам человек и задание, работа, которую нужно доделать до конца. Смотрим дальше. Потеря чувства самоосознания. Слияние действия и осознанности. Человек даже может забыть, что ему хочется пить, то, что чувство голода даже может отойти на второй план. И это действительно происходит со многими талантливыми художниками, актерами. Во многих сферах деятельностях это состояние наблюдается, как это уже было сказано. Искаженное восприятие времени. То есть два часа могут действительно пролететь как 15 минут, потому что человек полностью вовлечен в процесс. Пока на сегодня все. И мы с вами услышимся в следующих видео.